Музыка Организаторами в основном становятся люди, которые работали в оппозиционных организациях на местах, и плюс те, которые активничали, ездили на международные форумы и там рассказывали о ситуации в Жаназине. Теперь, значит, мне кажется, что отсюда уже, когда мы задали вопрос, что за третья сила, что за третья сила, они как-то хитро сказали, сейчас мы не будем вам говорить, ждите на днях, мы официально все это огласим. Ну, в общем-то, ждать, мне кажется, уже и не стоит, все это понятно, куда это все клонится. Надо хорошо знать нашу власть, надо очень много пройти вот таких уроков, касающихся и расследований политических убийств, и вот даже отношения, так скажем, во время выборной кампании к оппозиционным партиям. То есть все идет вот уже, так скажем, в сторону обвинения, политизируется в сторону вот тех организаций, которые оппонируют власти, которые недовольны, которые критикуют власть и так далее. Получается, скорее всего, третья сила, это партия ОЛГА, значит, сюда выход, они уже говорят, как уже Булат сказал, типа листовки Мухтара Облязова, и, дескать, вот Облязов со своими активистами, которые работают и там, и здесь, наверное, сочинили вот такой сценарий для того, чтобы подбить нефтяников, возбудить их и совершить там такой типа переворот. Вот приблизительно вот такой сценарий, ума не надо тут, в общем-то, да, гадать не надо, не надо быть никакими там сверхумными людьми, в общем-то, вот уже понятна версия, которая будет официально преподаваться. Я хочу сказать, что если действительно к этому версии политизируются и в сторону вот таких называемых третьих сил, виноватыми которыми окажутся представители оппозиционных организаций, то тогда у меня вопрос, а кто тогда помогал Облязовой или этой оппозиционной организации непосредственно в Астане и способствовал этому расстрелу? Вот такой возникает вопрос. Получается, что он тогда, тогда эта организация действовала, так скажем, в сотрудничестве или вот с каким-то, ну, в каком-то, как сказать, ну, согласованно, что ли, да, согласованно с какими-то высокопоставленными представителями казахстанской власти, которые тоже были участниками вот этого заговора. На самом деле, как вот на казахском уже рассказали, 16-го, когда в Жанозене началась вот эта вся вот трагедия, и, конечно, там уже по области разнеслась эта весть, даже уже до Алматы дошло, да, и мы уже знали. Так вот, жители Щетпе, они, значит, тоже, как и все остальные, начали этим беспокоиться, начали интересоваться. Когда они поехали в сторону Жанозени, потому что там тоже родственники, друзья и так далее, кстати, там очень дружный народ, и очень хорошо, как говорится, традиции очень такие крепкие, но их, естественно, не пустили, тогда они вернулись, пошли к местному Акиму, местный Аким испугался, решил, что сейчас и здесь начнется, вызвал ОМОН, ОМОН приехал, ни в чем не разбираясь, давай стрелять. Вот они сами рассказывают, мы не поняли, почему началась стрельба. Стреляли, вот в кого попало, что называется, одного убили, 12 раненых и 12 сегодня арестованных. Тоже им вменяют три статьи, там еще хуже, да, там и беспорядки, там и порча имущества государственного и так далее, и так далее. Идет конкретное, необходимое такое сценарий, которое подводится, вот и людей будут подводить под этот уже сценарий действий, мотивация, там статьи какие и так далее, и так далее, и мы потом получим вот такую вот, понимаете ли, картину. Полицейские не виноваты, значит, власть вообще, наоборот, спасала весь город и вообще там ситуацию и так далее. А на самом деле, вот такая оказалась очень сложная комбинация политической из Лондона, вот такие-то зачинщики, вот такие исполнители. Там идет, в общем-то, не только, вот как мы сейчас говорили, конкретная работа следственных органов в этом направлении, а идет ужасное морально-психологическое давление над всем населением. Унижение. Унижение.